На заседании городского совета депутатов побывала Лариса Панина. Вопрос о передаче имущества из муниципальной собственности города в собственность Московской области касался передачи электросетевых активов города области. Зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, распределительных трансформаторных подстанций, электрооборудования, километры кабельных линий – список занимает 16 страниц и состоит из более 700 наименований. Процесс передачи происходит в соответствии со 131-м федеральным законом и в рамках консолидации электросетевых активов, расположенных на территории Московской области, утвержденной заместителем председателя правительства Московской области от 6 марта 2014 года. Если больницу мы передали целиком, то это одно. Кабельные сети мы город разрываем пополам. То есть половину отдаем, половину остается у Лобнинской электросети. И это очень опасная вещь. Если они не договорятся, то город будет очень крайне в затруднительном положении. И это очень сложный процесс. Мне кажется, это очень тяжелый будет вопрос. Мы очень наставили на том, чтобы интересы Лобнинской электросети, как владельца части подстанции, были бы учтены. И чтобы она ни в коем случае не была ущемлена. Нас заверили в том, что ни в коем случае Лобнинская электросеть не будет ущемлена. То есть будет выбрана достаточно привлекательная для нее форма дальнейшего сотрудничества. Либо взять ее в аренду, либо сама электросеть получит подряд на эксплуатацию наших лобнинских сетей в будущем. Поэтому мы очень сильно акцентировали на этом внимание. И бесперебойность электроснабжения города может в настоящий момент, по нашему мнению, от комиссии, может обеспечить фактически только Лобнинская электросеть. Ну, представители Мособлэнерго с этим согласились. Сказали, что никаких резких движений они делать не будут. Все сохранится так, как есть. Но сказали в том, что это положительно, что у них тариф на инвестиции в электросеть в два раза выше, чем у нашей лобнинской электросети. То есть они в нашей части. И поэтому инвестиции в электрическое хозяйство города Лобнин будут увеличены фактически в два раза. Николай Гречишников отметил, важно, чтобы сохранилась оперативность в обслуживании и ликвидации сбоев в электроснабжении. Главное – не снизить качество предоставляемых жителям энергоуслуг. А возможностей развития электросетей у областного бюджета несравненно больше. Традиционный час администрации был посвящен экологической безопасности города. Депутаты рассмотрели также наградные вопросы. Единогласно проголосовали за присвоение звания почетных гражданин города Михаилу Мишустину, руководителю Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Михаила Владимировича хорошо в лоб не знают. Здесь прошли его детство и юность. Он – выпускник школы номер 7 и для молодежи является хорошим примером успешного, трудолюбивого и целеустремленного человека. Депутаты внесли изменения в положение о почетных званиях города. Звание «Почетный работник образования города Лобня» в новой редакции звучит как «Почетный работник образования и науки города Лобня». И тут же эти изменения депутаты воплотили в жизнь. Алексею Шевцову, заместителю директора в НИИ «Кормов», было присвоено звание «Почетный работник образования и науки города Лобня». Звание «Почетный экономист города» присвоено Наталье Ерониной, начальнику финансового управления города. Под занавес депутаты оставили вопрос о назначении на должность руководителя администрации города. Напомним, более года обязанности руководителя администрации исполняла Анна Куманова. В мае этого года был утвержден состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя администрации. Объявлен прием документов. Все формальности соблюдены. Итоговое решение комиссии было представлено на Совет депутатов. Из четырех подававших документы кандидатов комиссия представила… По результатам конкурса на замещение должности руководителя администрации города Лобня, проведенного в два этапа, на рассмотрение Совета депутатов города Лобня для принятия решения о назначении руководителем администрации города Лобня кандидатуры следующих участников конкурса – Кузнецов Евгений Александрович и Смышляев Евгений Викторович. Комиссия выражает мнение рекомендовать Совету депутатов города Лобня назначить на должность руководителя администрации города Лобня кандидатуру Смышляева Евгения Викторовича. Слово было предоставлено обоим кандидатам. Родился в Ленинграде, окончил военное училище. По специальности инженер по встрече флотации зданий и сооружений отслужил 17 лет в армии, дослуживал до пенсии в МВД, знаю трейдерство, знаю флотацию зданий и сооружений, то есть ЖКХ, знаю работу милиции изнутри. После этого работал в Господом технодзоре Московской области, организовал с нуля в городе Лобня службу Господом технодзора, отдел. Когда создавались управления, решил работать в управлении номер один Господом технодзором Московской области. Сейчас работаю с главным инженером в организации. Готов работать на блогах города Лобни. Евгению Смышляеву не пришлось рассказывать свою биографию. Учитель года Московской области, заместитель директора школы номер 9, заместитель председателя комитета по экономике, председатель контрольно-счетной палаты города. Он обозначил три принципа, которые видит в основе деятельности городской администрации. Публичность, второе – это прозрачность, и третье – это взаимодействие с населением, с депутатами и с гражданским обществом. И мы должны сделать так, чтобы город Лобни не только сохранил те неплохие позиции, которые он сегодня имеет, но чтобы он продолжал развиваться, и чтобы, соответственно, он стал одним из лидеров по уровню и качеству жизни населения Московской области. Я надеюсь, что вы меня поддержите, и мы с вами и дальше продолжим совместно, плодоторно работать. Спасибо. Депутаты поддержали Евгения Смышляева и сначала своими многочисленными вопросами. О перспективах научной деятельности, о поддержке системы образования в городе, о взаимопонимании со старшим поколением ветеранами, о своем видении развития города. Выразили уверенность, что за два года, на которые заключается контракт, Евгений Смышляев покажет себя и как хозяйственник, и как политик. На два года счетная палата проработала в городе. Есть определенные наработки, есть определенные уже какие-то контакты, работы. Я думаю, что человек не новый у нас, молодой, энергичный. Я думаю, что у него все получится. И хотел бы обратиться, как всем депутатам, поддержать данную кандидатуру на пост руководителя администрации. Я думаю, что только пожелать дальнейшей ему работы. И надеюсь, что мы не ошиблись с ним, когда его избирали на председателя контрольно-счетной палаты. И не ошибемся сейчас, назначив его руководителем администрации города Лобов. Не обысковенный человек. Значит, может быть, городу повезло, я считаю, такого масштаба, может быть, и даже не городского. Я думаю, что если пройдет какие-то годы, и мы где-то увидим его в правительстве, это будет для меня неудивительно. Потому что человек показал себя, за что бы он ни брался, за научную работу или за спорт, за учебную работу, везде он достигал блестящих результатов. И вот последний раз, последняя его работа в контрольно-счетной палате, тоже, так сказать, ну, мне с ним все эти годы работалось. Работалось очень продуктивно. И все, все буквально, значит, на благо города. В результате тайного голосования за Евгения Смышляева из 18 депутатов проголосовали 16 человек. Два бюллетеня оказались испорченными. Таким образом, руководитель администрации города Лобов меня избран Смышляев Евгений Викторович. Исполнять обязанности председателя контрольно-счетной палаты временно будет Наталья Струкова. А у нового руководителя администрации мы поинтересовались, несложными ли оказались экзаменационные вопросы депутатов. Естественно, депутаты, они представляют все проблемы городские, поэтому простых вопросов от них, наверное, ждать не стоило. Все вопросы актуальны. Естественно, в своей работе я буду строить свою работу на диалоге с депутатами, как судьи, которые уже много лет плодотворно работают на благо города, очень много знают, и я думаю, что отказываться от совета, от рекомендации, предложения будет просто глупо.